Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами в нём снова вместе на Психфарм ТВ, как всегда, с нашими эмблемами, с нашими девизами, девиз, конечно, у нас один, «Зову живых, оплакивай у мёртвых, отбивай молнии». Сегодня разбираем очень важную проблему. Мы уже рассказали вам о том, с какими трудностями сталкиваются люди с гипосеротонинными характерами, тревожным характером, проще говоря, которые пытаются найти своего врача в этом мире. Имеется в виду, конечно, психиатра. И сегодня мы будем разбирать ситуацию, когда этот тревожный человек, он боится болезни вот этого расстройства больше, чем лекарства. Вот бывают такие люди, им хочется, чтобы их побыстрее вылечили, даже неважно чем, потому что им очень и очень тяжело. Ну, а почему им очень тяжело? Психофармич нам говорит, от наш гуру, всегда рассказывайте о людях, о их характере, и почему они действуют так, а не иначе. Действительно, люди с гипосеротонинным характером плохо контролируют свой страх, свою агрессию. Они не уверены в себе. И когда они сталкиваются с какими-нибудь расстройствами, они склонны из-за того, что у них плохо работают серотониновые нейроны к различным состояниям, которые связаны с этой ситуацией. Ну, например, тревожными расстройствами. Их несколько тревожных расстройств. Обратите, пожалуйста, внимание, что гидро, тело гидры, падение активности серотониновых и гамкаргических нейронов. Ну, мы будем говорить сегодня о серотониновых нейронах, о гипосеротониновом характере, потому что гамка – это вещь биологическая, и не бывает гипогамкнутых людей, а вот гипосеротониновые люди бывают. И когда они плохо контролируют нейроны, плохо контролируют свой страх, то нейроны поднимают голову и начинают тревожить человека. Причем это не только тревога, это различные неприятные ощущения, которые прописаны по самым разным диагнозам, как в МКБ-10, так и в МКБ-11. Беда состоит в том, мы уже об этом рассказывали, что есть не только расстройства, но такие люди фактически тревожные, им постоянно кажется, что они вот-вот умрут, что их расстройство чрезвычайно тяжелое. Это так называемая реакция катастрофы. Обязательно нужно отделять реакцию человека от его расстройства. Это все-таки разные вещи. Ну, что такое реакция катастрофы, уже много раз рассказывал. Ощущение, что болезнь побеждает, что человек перед ней отступает, что болезнь его захватывает полностью, что он беззащитен, что он не может болезни противостоять, что болезнь вызывает сама по себе у него тревогу, что он негодует, что он страдает незаслуженно, что он стыдится, что он не может сопротивляться. А самое главное, это уже из другого опросника, что у него нет никакого удовольствия от жизни, нет никакой удовольствия. Но какая может быть бодрость, когда болен, тяжело, умирает? Что ж тут говорить? Ни удовольствия нет, ни бодрости нет. И такой человек, конечно, идёт к врачу и пытается найти своего врача. Ну и первое, что он делает, такой человек, выпишите мне лекарства. И поскольку он болезни боится очень и очень сильно, ему кажется, что если ему выпишут больше препаратов, поскольку он серьёзно болен, то тогда ему станет лучше. На этом, кстати, паразитируют очень многие неврологи, которые выписывают, вот я рассказывал про психиатров, по 5-6 препаратов, неврологи могут выписывать и 16 препаратов. И это таким пациентам нравится. Больше лекарств, значит, соответственно, лучше и более эффективное лечение. Надо вам сказать, мы же сегодня говорим о выборе такого врача, где такого врача найти, и даю чисто практические рекомендации. И, слава богу, вы, люди с таким характером, гипосеротонином, которые хотите принимать больше препаратов, хорошо обеспечены врачами. Более того, куда вы не ткнёте, в какое место, и не только в частную медицину, вы обязательно такого врача найдёте. Поверьте мне, вы найдёте такого врача абсолютно в любой клинике страны. Почему я так думаю, как я это мог бы доказать? Обратите внимание, приказ Миноборнауки от 2014 года об утверждении федерального государственно-образовательного стандарта высшего образования по специальности психиатрия, уровень подготовки кадров, высшие квалификации. Здесь вот есть ссылочка. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этом руководящем документе нет ни слова про нейроны, ни слова про мозг, ни слова про психофармакологию, про этику там этого просто нет. Что это означает? Это означает, что все современные врачи просто этому не обучаются. Более того, правительство Российской Федерации пошло специально, значит, навстречу людям, которые любят принимать много препаратов сразу от страха, еще раз. Не то, что они какие-то злонамеренные, да, или там какие-то наркоманы. Они просто хотят избавиться от своей болезни. Они тревожные, гипосеротониновые. Им кажется, что вот-вот умрут, и нужно много лекарств, чтобы их спасти. Так вот, пошло навстречу. Потому что, вот вы обратите внимание, есть такой руководящий документ, еще раз я прислал, правительство Российской Федерации, распоряжение. Тут вот есть номер. Обратите, пожалуйста, внимание, есть перечень расстройств, при которых допускается применение лекарственного препарата в соответствии с показателями к российскому лекарственному препарату, не указанной инструкцией. Иначе говоря, большинство препаратов может назначаться оффлэйбл. Официально я подчеркиваю. Вы знаете, что я на своем канале очень часто выступаю против назначения препаратов оффлэйбл. Ну, фактически, я призываю врачей нарушать приказ. Ну, что теперь делать? Действительно, такой приказ существует. Есть такой перечень. И в этом перечне есть практически все психические расстройства за редким исключением, включая невротические, связанные со стрессом и соматофорные расстройства. Вот то, о чем я вам говорил. Это означает, на самом деле, что врачи сейчас в этом отношении могут все... Еще раз говорю, любой врач, не обязательно частно практикующий, может выписать вам любое количество препаратов не по показаниям и будет абсолютно прав. Так что, если вы хотите больше препаратов, смело приходите к любому врачу. Тем более, что даже не любые врачи вообще очень ширится среди врачей такое представление о том, что доказательная медицина вообще не нужна и ей не нужно верить. Вот очень известный блогер доктор Сычев. Послушай. Очень сложно доверять вообще исследованиям, потому что очень часто они призваны помочь какой-нибудь фармацевтической компании пропихнуть какой-нибудь препарат для лечения чего-нибудь. Ну, вот понимаете, у меня здесь сразу такое вот возникает возражение. Конечно, оно может вам показаться глупым. Ну, хорошо, предположим, действительно пытаются фармацевтические компании что-то протолкнуть. Ну, у тебя же здесь разум, ты же наделён критическим мышлением, неужели ты не можешь понять, где пытаются протолкнуть, а где нормальный результат. Тем не менее, говорят, что доказательная медицина не нужна её побоку. Ну, и в результате мы сталкиваемся с очень такой ситуацией, когда любой врач, ещё раз подчёркиваю, профессор, блогер, он будет вам назначать, вот как профессор Иванов, ну, известный ученик Академика Смолевича, лучший ученик, на мой взгляд, Академик Смолевича. Давайте послушаем. Монотерапии, там делать нечего. Не работает ни один класс препаратов, и тем более, ни один какой-то препарат у таких больных. Полифармакотерапия в полном смысле слова 3, 4, даже 5, больше препаратов. Ну, поняли, да? Значит, ещё раз говорю, никаких проблем. Если вы хотите много препаратов, смело к любому врачу, не обязательно к профессору Иванову, не обязательно к доктору Сычёву, к любому врачу, там, я не знаю, куда угодно, и вы получите много препаратов, поверьте мне. Теперь вы скажете, что-то я очень критичен по отношению к российской медицине. Ну, я вам привёл доказательства того, что не обучают психофармакологии толком, да и не хотят этого делать, что люди могут назначать препаратов лейбл. А зачем учиться психофармакологии, если ты можешь назначать препаратов лейбл? В чём смысле? Но я вам честно скажу, что и зарубежная психиатрия в этом отношении мало чем отличается от нашей. Поверьте мне, пожалуйста, ко мне очень часто обращаются люди за консультацией из самых разных стран. Ну, бог весть, что я вижу, но это же не пришлёшь к делу. Давайте я в качестве доказательства приведу у очень известного доктора из Латвии, Саулитиса. Вот у него есть канал под названием Витамода, прошу любить и жаловать. Давайте послушаем, что он говорит. Так, Артур Кашин. Подругу клеймит врач, что она подсела на лирику. Что ей посоветовать ему ответить? Ёбнутый ваш врач! Просто! Вот что ему ответить. Потому что на лирику прегабалин подсесть невозможно. Это габа-система. Это смазка мозга. Ну. Ну. Смазка мозга. Подсесть невозможно. И вот это вот Саулитис мы рассказывали, а то вот прям в интернете подсаживает людей на препараты, которые вызывают зависимость. Ну и в частности, конечно, на лирику. Причём ему наплевать, он даже не заглядывает в инструкции, где написано, что имеет сообщение о случаях развития зависимости при применении прегабалина, да? Ну и, соответственно, надо выявлять таких больных, не назначать ли. Это никого не волнует. Вот он работает в европейской стране, ему на всё наплевать. Ему наплевать о том, что среди побочных эффектов, ещё раз говорю, в инструкции помечена эйфория. Ну а что такое эйфория? Я думаю, понятно, да? Любой препарат, который будет вызывать эйфорию, он, соответственно, будет вызывать зависимость. Конечно, никто не собирается читать какую-либо информацию, информация такая есть, о том, что габапентеноиды только в Англии, это известные случаи, за, обратите внимание, 16 лет, 3000 летальных исходов. Это только люди, которые страдали зависимостью и которые умерли от отравления. Обратите внимание, прямая кривая между количеством выписываемых рецептов и количеством умерших пациентов. Это левая шкала. То есть, прямая зависимость, прямая корреляция. О чём я говорю? Я говорю о том, что если вы человек с гипосеротониновым характером, тревожный человек, который хочет побыстрее вылечиться, побыстрее получить больше препаратов, вы можете обращаться абсолютно к любому врачу, причём как в нашей стране, так и за рубежом. Вы получите много препаратов, беда состоит в том, что нет никакой гарантии, что вы после этого не умрёте, ничего не поделаешь. Что я вам в этой ситуации советую? Продолжайте смотреть психфарм-ТВ. Мы продолжаем нашу серию роликов о выборе врача, о том, что нужно делать пациенту, когда он собирается лечиться у психиатра. Ну и, конечно, для этого подпишитесь на наш канал, откуда вы узнаете про новые ролики. Пожалуйста, комменты, лайки, ставите спонсором нашего канала. Часто задают какие-то вопросы, почему-то забывают о щедрых донатах. Они, конечно же, нам нужны. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдёте реквизиты счёта. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok